Друзья, привет! С вами, как всегда, Джампу Макс, и в этом видео я хотел бы с вами более детально взглянуть на новый геймпад PlayStation 5, ну а также высказать свое мнение о нем. Советую ролик смотреть от начала до конца, поскольку я сделаю в нем акцент на тех вещах, на которые мало кто обратил внимание. Также я вам расскажу, почему PlayStation 5 сейчас проигрывает Xbox Series X. Начнем, пожалуй, с того, что 8 апреля Sony опубликовала три изображения нового геймпада. Если что, это не фейк, не концепт, это реальный официальный геймпад, который будет у PlayStation 5. И называться он будет не DualShock 5, а DualSense. Выполнен он в двухсветном варианте и обзавелся еще техническими изменениями, а именно. На передней панели геймпада появилась кнопка Create вместо привычной Share. Функционал ее особо не описали, но, как мне кажется, это будет та же самая кнопка Share, только с дополнительными функциями. В геймпаде будет использоваться улучшенная система вибрации, по информации ей уделили очень большое внимание. Кнопки L2 и R2 на задней стороне геймпада получат динамическое сопротивление для улучшенной тактильной связи. Также стало известно, что в панель контроллера будут встроены микрофоны, которые позволят использовать голосовую связь в играх без гарнитуры. То, что геймпад можно будет заряжать от консоли с помощью USB Type-C, плюс заднюю светящуюся панель убрали, ее контур перенесли на лицевую часть и поставили более емкий аккумулятор. Это, пожалуй, вся информация, которая доступна сети по поводу нового геймпада. Теперь же я хотел поговорить об изменениях более детально, но также высказать свое мнение о них. Начнем, пожалуй, с общего вида. Лично мне новый геймпад показался не таким харизматичным, как DualShock 4. Да, тут мы видим двухцветность и, скорее всего, именно из-за этого сбивается общий сбалансированный вид геймпада. Кстати, на мой взгляд, именно из-за этого как раз-таки идет бурление в сети, что новый DualSense капецко похож на геймпад от Xbox One. Но если же по факту, это совершенно разные геймпады. Я пытался их совмести по фото, найти какой-то изъян, но по факту у них разная форма. И опять же, схожесть с геймпадом Xbox One кажется из-за белого цвета и из-за измененной рукояти. Все. Единственный, кстати, геймпад, который реально стал похож на DualSense, так это китайский DualShock. Как по мне, он действительно похож на новый геймпад от PlayStation 5. А так, если по факту, если Sony действительно слезала новую форму от геймпада Xbox One, то между компаниями, мне кажется, произошел бы срач, но этого, как вы видите, нету. Насчет светящейся панели. На мой взгляд, ее убрали правильно, поскольку она отнимала капец сколько заряда. Во время игры на нее мало кто обращал внимания, поскольку все ее смотрят на экран, а не на геймпад. И как по мне, это был лишний фонарь в комнате, который лишь вписывался в дизайн геймпада, и все. Поскольку, опять же, мега какого-то применения к этой фиче не было. Никто не смотрел так на геймпад и не палил, какой там цвет и так далее. Насчет вибрации о ней мало что можно сказать, поскольку в действии ее не показали, и все это все-таки нужно щупать. Но на данный момент, мне кажется, это правильное решение уделить этой фиче намного больше внимания, чем тем же фонарикам. И вспоминая те же вибромоторчики на геймпаде Xbox One, то это просто офигенная фича. Насчет курков, пока не было информации, что будут такие же вибромоторчики, как у Xbox One. Но известно, что будет некая тактильная связь, которая придаст чувство грязи, натяжения лука и так далее. Сделано это, скорее всего, будет путем сопротивления. То есть, когда вы нажимаете на курок, ваш курок будет сопротивляться и нажимать вам обратно. И так скажем, за счет этого вы будете чувствовать какое-то натяжение. Опять же, как по факту это будет все сделано, сказать сложно, и это нужно щупать. Насчет встроенного микрофона. Это, пожалуй, то, над чем мало кто задумывался. Как по мне, это очень странное решение, и как оно будет реализовано, я без понятия. Просто вдумайтесь. Микрофоны у вас будут располагаться где-то на геймпаде, скорее всего, вот здесь. И теперь вам простой вопрос. Как вас будет слышать собеседник, если при условии нажатия на какую-либо кнопку, геймпад издает какой-либо звук? Скорее всего, вот так. Либо каким-то образом новый DualSense будет бесшумный, что вряд ли. Теперь же вспомните, где вы держите геймпад при игре. Чаще всего это бывает ниже пояса, поскольку вы сидите, лежите, руки расслаблены, и в лучшем случае вы будете держать геймпад около груди. Это маловероятен, но так бывает. И вряд ли вы будете держать геймпад вот так все время около рта. И теперь вопрос. Как при этом всем у вас сохранится нормальная связь с вашим собеседником? Без понятия. Просто тут у меня лишь два варианта. Либо вас будет слышно через жопу за счет капец какого офигенного шумоподавления. Либо вас будут слышать щелканем кнопок, что тоже не айс. Единственный плюс во всем этом, что микрофон можно будет выключить при помощи кнопки, которая также находится на геймпаде. И скорее всего эту фичу будут юзать лишь для пару фраз, либо же для голосового управления в меню и играх. Но помяните мое слово. Данная фича скорее всего в большем случае принесет вам дискомфорт, поскольку большинство игроков просто будут забывать отключать микрофон. И во всех мультиплеерных играх, которые будут на PS5, скорее всего будете слышать либо какой-то пердеж, либо вот это вот. И будете просто через эту функцию кричать типа чувак, отключи свой микрофон, ты не мешаешь играть и так далее. И в принципе без обычной гарнитуры тут не обойтись, поскольку об этом даже говорит сама Sony. Насчет заметного минуса геймпада. Это стики. Они практически не изменились и судя по фото, материал у них практически такой же, как и в предыдущей модели. Как по мне, у Хуановского геймпада тут лучше ситуация, поскольку когда стики чуть вдавленные, с ними лучше сцепление. У DualSense они такие же выпуклые, как у DualShock 4, и это реальный минус. И как по мне, люди и дальше будут продолжать покупать накладки, чтобы им более-менее было комфортно играть в шутерах. Тачпад. Я без понятия, зачем его оставили, поскольку в большем случае это большая, бесполезная кнопка, даже не назову это сенсором. Поскольку с моего опыта PlayStation 4 она использовалась крайне редко, и не думаю, что во времена PlayStation 5 это как-то изменится. Как по мне, это лишний повод засунуть бестолковую вещь, которой мало где пригодится, но ей можно будет когда-нибудь бантануться. Насчет расположения кнопок, размера, веса геймпада, цепкости, это нужно проверять лично. Здесь я не могу ничего сказать, это нужно щупать, держать, сравнивать и так далее. Единственное, у этого геймпада мне очень интересна тактильная связь, как это будет, так скажем, применяться вживую, как мы будем испытывать вот это натяжение лука и тому подобное. И, пожалуй, единственный и самый главный вопрос, который должен волновать абсолютно всех игроков, будет ли этот геймпад удобный? Мне кажется, что будет, но в любом случае его нужно поддержать, поиграться с ним, чтобы сделать какой-то вывод. Кстати, по информации сети нам пока еще не сказали, будет ли там гироскоп, будет ли там блютуз, чтобы его можно было подключить к телефону. И останется ли там динамик, потому что возможно, что вместо динамика там сунули микрофон. А пока это все под вопросом, поэтому нужно ждать лишь новой информации. Единственное, о чем нам не сказали, так это то, что задняя сторона, если внимательно присмотреться на фото, будет шероховатой, ну, чтобы придать цепкости. Об этом не сказали, но если присмотреться, это можно увидеть. Обязательно напишите свое мнение, как вам геймпад, понравился вам или нет. Жду от вас комментариев. Насчет общей консольной ситуации. PlayStation 5 сейчас находится в зоне обсирания, как когда-то находился Xbox One. Поскольку, что бы сейчас Sony не показала, не сделала, не рассказала, у большинства игроков это вызывает не лучшую реакцию. И посмотрев на ситуацию с разных групп, видно, что мало кому зашел новый геймпад от PlayStation 5. Все думают, что дизайн слезен с Xbox One-овского геймпада, а вспоминать презентацию для разработчиков от PlayStation не особо, мне кажется, нужно, поскольку всем она не понравилась. И с точки зрения продвижения консоли, это был просто бредовый шаг. Я не знаю, что Sony хочет сделать, каким образом переиграть Xbox, но в данном случае Xbox находится в выигрышной позиции. В данном случае у Xbox есть абсолютно все шансы выиграть эту гонку. Как думаете вы? Пишите в комментариях. На этом, в принципе, все. Если вам понравился видосик, ставь лайк, подписывайся на канал, обязательно пиши свое мнение в комментариях. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok